На сегодняшний день в Москве расширяется зона платной парковки. К уже имеющимся добавится еще около 300 участков. По какому принципу выбирали улицы, узнал Михаил Акинченко. Что скрывается под непрозрачной пленкой, пока не разглядеть. Дорожные службы пообещали, все откроют до понедельника. Впрочем, столичные автомобилисты уже хорошо знают, что увидят. Ведь эти знаки начали устанавливать несколько недель назад. А вместе с ними и парковочные автоматы, попутно предупреждая. За стоянку на этих улицах скоро придется платить 40 рублей в час. В рабочие дни. Если по делам и ненадолго, то может и небольшая сумма. А если каждый день, да по несколько часов, по неволе призадумаешься. Работаю я часов по 12 где-то. Ну и само собой, пятидневка. Ну и будет набегать очень приличная сумма с парковкой. Либо придется платить, либо буду ездить на метро. Артем – самый обычный московский автомобилист. Утром на своей машине на работу, вечером домой. Так привыкли делать многие. В итоге же в некоторых районах днем и вовсе. И можно даже не надеяться отыскать свободное местечко. Именно там и появились новые платные парковки. Каждую из улиц мы прошли пешком. Посчитали вообще, сколько разрешенных парковок, сколько нарушителей. Сколько стоит на газонах, на тротуарах, на столовках общественного транспорта. И по итогам всех вот этих показателей принималось окончательное решение. Если взглянуть на карту, можно заметить, новые платные парковки появились внутри третьего транспортного кольца, а также за его пределами. Прежде всего, возле самых оживленных станций метро. У крупных торговых и офисных центров. В районе Сокол, метро Аэропорт, у метро Отрадная, возле ВДНХ. Платной станет часть Щербаковской улицы, улиц Южнопортовых, у метро Профсоюзная. Всего 291 участок. Это вызвало очередные жаркие споры на тему. Платная парковка хорошо или плохо. Ни то, ни другое, говорят эксперты. Скорее, неизбежность, с которой столкнулись все мегаполисы мира. Зарубежный опыт говорит о том, что такое локальное точечное ведение парковки в большинстве случаев приводит к улучшению дорожной ситуации. Для отдельных территорий в городе Москве, которые вызывают скопление, повышенное притяжение трафика и автомобилистов, это действительно облегчение. Подтверждением тому результат от появления первых точечных парковок еще в начале октября. Там, где раньше было не протолкнуться от машин, теперь парковки пустуют на треть. Жители отрестных домов вздохнули с облегчением. Для них с 8 вечера до 8 утра парковка бесплатна. За возможность оставить машину на улице и днем надо платить. Но не по часам, а всего 3 тысячи за весь год. Как в центре, так и в спальных районах. Это нормальная система, она в Европе существует везде, и в всех странах нормальная, абсолютно рабочая. Удобно, неудобно, не знаю, удобно бесплатно ставить, конечно. Вот, и где хочешь удобно. Но, конечно, без этого, наверное, тяжело в большом городе. Как показал трехлетний опыт, а именно столько времени прошло с появления самых первых платных парковок. Даже самые заядлые столичные автолюбители из тех, кто работает в центре, посчитав расходы, предпочли пересесть на общественный транспорт. В итоге скорость движения в столице выросла на 10%. В то же время платные парковки – всего лишь один из способов улучшения транспортной ситуации наравне с другими. Мы делаем массу вещей. Это изменение комплексной схемы организации движения, и строительство развязок делает город, и перенастройка светофоров, внедрение интеллектуальной транспортной системы. Но это тоже необходимая часть. Деньги не цель, а всего лишь средство улучшения дорожной ситуации, говорят транспортники, тем более, что все средства за парковку возвращаются в бюджеты тех районов, где и были собраны, и тратятся на благоустройство. Михаил Лакинченко, Наталья Голуб, Артём Тихонов, Кирилл Мелехов, Первый канал.